Белые карлики Белые карлики открывали и как одиночные объекты и как компоненты двойных и довольно быстро в начале 20 века стало ясно, что эти объекты обладают очень необычным набором свойств. Во-первых, это объекты с небольшим радиусом. Поскольку спектр у них похож на спектр черного тела, то для светимости работает простая формула. Л равняется 4πr квадрат сигмент f4. Температуру вы знаете по спектральным данным. Светимость вы знаете, потому что знаете видимую звездную величину, то есть знаете, какой поток излучения приходит от этого объекта. Это удается сделать, потому что измерено расстояние, например, паралактическим способом. И тогда вы получаете оценку радиуса. И радиусы получаются от нескольких тысяч километров до малых десятков тысяч километров. То есть, грубо говоря, как у планет. Но при этом, поскольку часть этих объектов является компонентами двойных, удается оценить их массу. И масса оказывается сравнимой с массой Солнца. Точность не супервелика была более ста лет назад, но масса получалась близкой к одной Солнечной, может быть, несколько десятых. И для объяснения физики таких объектов, теории конца 19-го, начала 20-го века не хватало. Понадобилась квантовая механика. Довольно много людей внесло вклад в понимание природы белых карликов. И кому интересно и более глубоко физика дела, и самая главная история дела, я всячески рекомендую статью Яковлева «В успехах физических наук». Напомню, что все статьи в этом журнале доступны полностью на сайте. Требуется регистрация, но она занимает меньше одной минуты времени. И стоит эту минуту потратить, если вы еще не сделали. Там и лежит уже в архивах много интересных статей, и появляется много интересных статей. Большинство рассчитаны все-таки на специалистов, но довольно часто появляются интересные обзоры, которые доступны и не профессиональным астрофизикам, если мы говорим об астрофизических темах. Ну а поскольку журнал охватывает всю физику, то, соответственно, разделы к каким-то другим областям не обязательно доступны только специалистам в этих областях. В своем проекте обзоров припринтов сайта ArchiForg я введу такой списочек обзоров успехов физических наук по астрофизике. То есть кому интересно узко это, можно туда залезть и посмотреть. Хорошо. Итак, что же понадобилось из квантовой механики? Понадобился запрет Пауля. С уроков химии мы знаем, что два электрона не могут находиться в одном состоянии. В одном состоянии это не означает в одной области пространства. Во-первых, электроны отличаются друг от друга спином, и поэтому можно на s-орбитале, например, посадить два электрона с разными спинами. В этом смысле они отличаются друг от друга. Но, во-вторых, у вас важно именно фазовое пространство, то есть к обычным пространственным координатам добавляются импульсы. И поэтому, если вы пытаетесь электроны очень сильно сблизить, то у них начинают увеличиваться импульсы. То есть вы можете достичь высокой концентрации, можете ее увеличивать, но при этом будут возрастать импульсы частиц. И вот это интересно. Импульсы связаны с давлением. Если мы рассмотрим обычное тепловое давление, P равняется НКТ, то вот оно зависит от температуры. А температура от чего зависит? Температура пропорциональна квадрату скорости движущихся частиц. Частицы двигаются с тепловой скоростью, и чем больше скорость, тем больше температур. Чем больше скорость, с другой стороны, тем больше импульс частиц. Поэтому видно, что температура связана с импульсом, значит импульс связан с давлением. Но можно обойтись без температуры. Вот здесь, в веществе белых карликов, и потом мы будем говорить о нейтронных звездах, там примерно то же самое, у вас давление перестает зависеть от температуры. Вы можете для описания многих процессов температуру положить равную нулю. Хотя она вообще, говоря, высока, если вы меряете просто в кельгинах. Но для давления это несущественно. Вы сжимаете вещество, и оно начинает сопротивляться сжатию. И это позволяет создать устойчивый объект. Именно вот такой квантово-механический эффект, как бы, если хотите, условное отталкивание электронов, связанное с увеличением их плотности. Итак, была построена теория в конце 20-х годов, теория вещества белых карликов. Модель, которая позволяет адекватно, ну и довольно понятным образом описать, почему эти объекты вообще существуют в природе. И дальше возникло много всякой интересной астрофизики, связанной с этими объектами. Астрофизики там интересны действительно много. Мы с вами уже кратенько упоминали феномен новых звезд, но давайте еще раз вернемся к нему. Новые звезды получили свое название несколько веков назад. Сейчас мы знаем, что это вспышка. Вспышка на белом карлике. Но с точки зрения наблюдателя, не вооруженного телескопом, вдруг на небе появляется новая звезда. Несколько недель, может быть, светят. Ее блеск ослабевает, и она опять исчезает из виды. То есть вы не можете взять телескоп, посмотреть, что вы ее все еще видите, все еще видите. И, может быть, даже добраться до минимума блеска и изучить, что же там наблюдается вне вспышки. Ну вот, теперь мы знаем, что. Новые звезды – это двойные системы из обычной звезды, нормальной звезды, и белого карлика. Система очень тесная, и происходит перетекание вещества с обычной звезды на белый карлик. Вещество накапливается на поверхности белого карлика, повышается температура и давление. Наконец, достигаются условия для начала термоидерного горения водородов. Происходит вспышка, охватывает всю поверхность белого карлика, большая часть накопленного вещества сбрасывается, и дальше процесс может повторяться. Действительно, некоторые новые вспыхивали несколько раз, и есть всякие вариации. Есть карликовые новые. В общем, есть довольно много подтипов таких транзиентных переменных звезд, которые показывают такую вот квази-периодическую вспышечную активность. Здесь белые карлики, повторюсь, это вот такое ядро. С ним самим ничего не происходит, но именно экстремальные параметры белого карлика, достаточно высокая масса при относительно маленьком радиусе, позволяют достичь на поверхности этого объекта для начала термоидерного горения. Немножко похоже на то, что на стадии красного гиганта, когда у нас есть ядро у звезды, в нем весь водород уже, например, превратился в гелий, реакции превращения гелия в углерод еще не начались, ядро сжимается, а вот снаружи ядра возникает слой, в котором идут термоидерные реакции превращения водорода в гелий. Опять-таки это связано с такой вот высокой компактностью ядра, и по своим свойствам такое ядро сжимающееся красного гиганта во многом похоже на белый карлик. Но белые карлики способны давать ей более мощные взрывы. Это вспышки сверхновых 1А. Вспышка сверхновой типа 1А связана с термоидерным взрывом в белом карлике. Про классификацию сверхновых потом еще немножко поговорим. Но важно, что сверхновый типа 1 это сверхновый без линий водорода. И что же у нас происходит в белом карлике? Белый карлик имеет предельную массу, в неком смысле даже 2, поскольку в зависимости от комбинации параметров вы можете достичь или одной, или другой. Представим, что мы возьмем белый карлик и будем потихонечку кидать на него вещество. Причем так, чтобы избегать вспышек новых, потому что при этом вещество сбрасывается, и так копить долго. Итак, мы увеличиваем массу белого карлика по чуть-чуть. Возможно, два исхода. Первое. Масса станет настолько большой, что достигнет так называемого Чендерсикаровского предела, и тогда произойдет коллапс белого карлика. Так из белого карлика можно сделать нейтронную звезду. Взрыва при этом не будет, энергия выделится. Конечно, будет происходить нейтронизация вещества, но энергия унесет нейтрин. А можно достичь другого. При увеличении массы у вас увеличивается внешнее гравитационное воздействие. Соответственно, в центре должны расти давление и температура. И это приводит к тому, что в некоторых белых карликах начинается термоядерное горение. Начинается термоядерное горение, в первую очередь, углерода, но также может быть и кислорода. Мы с вами детально обсуждали, почему звезда типа Солнца не может взорваться. Потому что если вы увеличиваете темп термоядерных реакций, увеличивается давление, звезда распухает, понижает давление, понижает плотность, и реакции ослабевают или вовсе выключаются. Белые карлики так делать не умеют, потому что у них давление от температуры не зависит. Вы повышаете температуру, а давление практически не меняется. Ну, на самом деле, чуть-чуть растет, но незначительно. Вы не можете компенсировать весь этот эффект. И поэтому термоядерное горение охватывает весь объект. Ну, обычно весь объект. На самом деле, бывают белые карлики, которые пережили взрыв сверхновой типа 1А, я бы так сказал. Это особый пикулярный подвид сверхновых 1А, после которого белый карлик выживает. Их относительно недавно начали открывать, но и об этом редком типе вспышек говорить не будем. Обычно все-таки охватывается весь белый карлик, и при этом выделяется много энергии, выделяется очень быстро, и происходит полное разрушение объекта. На картинках вы видите четыре снэпшота вот этого процесса вспышки сверхновой 1А. На левом верхнем рисунке реакции начинаются в центре. И то, что вы видите, вот такая странная фигура, это поверхность термоядерного горения. То есть где-то в центре высокой плотности началось термоядерное горение. Вот этот фронт горения распространяется, но распространяется не в виде какой-то сферы, расширяющейся, а в виде вот такой сложной поверхности. И, соответственно, на правом верхнем, на левом нижнем показано, как это происходит, как все больший объем белого карлика охвачен вот этим термоядерным горением. И, наконец, последний правый нижний кадр. Он показывает уже разлетающийся белый карлик. Это вот это вот облако. А для сравнения в левом нижнем углу этого рисунка показан белый карлик с левого верхнего кадра. То есть видно, что, конечно, расширяющийся облако, это расширяющийся облако, у вас произошел взрыв, вещество разлетается. Но, вообще говоря, на основной стадии горения сильного расширения не происходит, и поэтому реакции охватывают весь белый карлик. Можно то же самое показать в виде видео. Ну, давайте я двинусь дальше. Собственно, это просто те же кадры, но собранные в такую небольшую анимашку. В итоге выделяется много энергии. Причем, смотрите, здесь нет очень большого потока нейтрина, потому что у вас не происходит никакой нейтронизации тотальные вещества. У вас выделяется энергия, которая частично идет в кинетическую энергию, сбрасывается оболочка, частично затрачивается на синтез новых элементов, а частично просто высвечивается. И вспышки сверхновых типа 1А достаточно яркие. Ну, вот здесь показана одна из самых близких сверхновых, вспыхнувшей в хорошо известной галактике М101 около 10 лет назад. Это одна из самых близких, повторюсь, сверхновых за последние десятилетия наблюдений, что важно, можно их хорошо изучить. Соответственно, сверхновые 1А важны нам по нескольким причинам. Но давайте начнем с бытовой. При такой вспышке синтезируются тяжелые элементы, но это термоядерное горение, элементы там дожигаются в основном до железа. Что важно? Важно, что все это вещество выбрасывается в межзвездную среду. Это принципиально отличается от того, что железное ядро может вызреть, например, в ходе термоядерных реакций в центре массивной звезды, а потом хопа и склопнется или в нейтронную звезду, или в черную дыру. Важно, что все железо там и останется, наружу не попадет. Железо, которое попадает наружу, в основном связано именно с взрывами белых карликов. Так что большая часть железа, которую вы видите вокруг, связана как раз с такими событиями. А железо, как вы понимаете, очень распространенный элемент, и более того, именно поэтому и распространен. Теперь польза сверхновых типа 1А в астрофизике. Смотрите, если бы перенос вещества на белый карлик осуществлялся медленно, то белые карлики взрывались бы примерно при одной и той же массе. Это было бы вообще суперздорово, тогда все сверхновые 1А были бы очень похожи друг на друга. Но вы можете массу белого карлика увеличить быстро. Вы можете немедленно переносить вещество с обычной звезды на белый карлик, а можете слить два белых карлика. Была двойная система, было две звезды, условно типа Солнца, обе превратились в белые карлики. Тесная пара белых карликов является источником гравитационных волн, они уносят орбитальный момент, белые карлики сближаются и сливаются. Если это было два белых карлика с массами по полмассы Солнца, например, то никого взрыва не будет. Просто получится белый карлик с массой одна масса Солнца. А вот если было, например, 0,7 и 0,7, то с большой вероятностью вы достигнете как раз условий, необходимых для взрыва. Но это может быть 0,7 и 0,7, а может быть 1,2 и 1,2. То есть вообще говоря, вспышки сверхновых типа 1А не похожи друг на друга, но они все яркие, и все-таки взрываются не идентичные, но похожие друг на друга объекты. И поэтому по форме кривой блеска сверхновой мы можем узнать с неплохой точностью истинные ее параметры, в частности истинную светимость. И тогда, имея зарегистрированный поток излучения, мы можем измерить расстояние до этой сверхновой. Такие сверхновые видны на расстояниях в миллиарды световых лет. И таким образом у нас появляется прекрасный инструмент для определения космологических расстояний, для определения расстояний на космологических масштабах. И это очень здорово, очень важно для космологии. Наверное, вы знаете, именно так и была открыта темная энергия, по сути. Но о том, что было открыто, мы будем говорить в конце курса, когда доберемся до космологии. Хорошо. Итак, есть термоядерные взрывы белых карликов, но есть сверхновые других типов. Все-таки большая часть сверхновых связана с финальной стадией эволюции обычной массивной звезды. Иногда это удается доказать напрямую. Есть несколько десятков на сегодняшний день случаев, когда мы знаем, какая звезда взорвалась. Несколько десятков, я бы сказал, это много. Потому что, смотрите, сверхновые вспыхивают не так уж часто. В галактике типа нашей сверхновые вспыхивают где-то раз в 30 лет. А сверхновые типа одинак, кстати, раз в 300 лет примерно. Раз в 30 лет вроде не так уж редко, но галактика заполнена пылью. Вот на левом нижнем снимке показана галактика, вспышка сверхновой внизу сияет, и видно большое количество пыли в этой галактике. Пыли, например, в нашей галактике настолько много, что часть сверхновых в нашей галактике мы не видим с Земли. Пыль поглощает все это излучение. Поэтому в нашей галактике последнюю сверхновую видели в 17 веке. И как бы это нас не очень, наверное, радует. Соответственно, сверхновые мы наблюдаем в других галактиках, и типичные расстояния до ближайших галактик, где мы видим сверхновые, исчисляются уже десятками миллионов световых лет. Ну а типичные расстояния еще больше. И это, конечно, все усложняет, потому что в таких далеких галактиках рассмотреть отдельные звезды, даже самые массивные, очень трудно. И поэтому люди делают следующее. Произошла вспышка сверхновой, вот на кадре B, показана вспышка сверхновой, и люди начинают смотреть. Совершенно случайным образом. Не снимал ли кто-нибудь с помощью крупного телескопа, или Хаббла. Хаббл вот не очень крупный телескоп, зато космический. Вы помните, у него большое угловое разрешение, потому что не мешает атмосфере. Так вот, не снимал ли какой-нибудь такой телескоп совершенно случайно эту область далекой-далекой галактики. Если снимал, то это здорово. Кладываем этот кадр. Ждем пару лет, пока блеск сверхновой существенно уменьшится. И еще раз снимаем эту область далекой-далекой галактики крупным телескопом. Это, соответственно, кадр С. Ну и все, начинаем считать звезды. И видим в данном случае, что оранжевый сверхгигант исчез. На кадре А он есть, а на кадре Б пустое место. Вот именно эта звезда и взорвалась. Соответственно, большая часть сверхновых, еще раз резюмирую, не связана с термоэдерными взрывами белых карликов и вообще не связана с термоэдерными взрывами. Вот это очень важно. Существует очень редкий подкласс сверхновых, связанных с массивными звездами, где все-таки происходит термоэдерный взрыв. Но это некая редкость. Мы в деталях касаться этого не будем. Обычно происходит совсем другое. Происходит коллапс ядра звезды. Ядро сжимается. И этот коллапс резко останавливается. Пока ядро сжимается, у вас гравитация совершает работу, разгоняет вещество до больших скоростей. То есть у нас была потенциальная энергия, она перешла в кинетическую. А потом вы резко ставите очень плотную стенку. Вы образовали протонейтронную звезду. Вещество налетает на эту стенку. Ну а то, что находится внутри стенки, тоже резко останавливается. При этом выделяется много энергии. И вот эта энергия тем или иным способом высвечивается, переходят в другие формы. Именно эта энергия запускает взрыв сверхновых. Никакого термояда в подавляющем большинстве сверхновых нет. Но энергии выделяется много. Хотя в виде электромагнитных волн, в частности света, испускается совсем-совсем небольшая доля. Тем не менее, на короткое время сверхновая может стать ярче не очень крупной галактики. Ну а бывают редкие сверхновые с очень высокой светимостью. Они могут стать ярче уже галактики вполне себе приличного размера. Соответственно, опять четыре кадра из фильма о взрыве сверхновой. Взрывы сверхновых это очень сложная задача для расчетов, потому что там много всего перемешано. Проходят какие-то реакции. Велика роль магнитных полей. Возникают очень сложные гидродинамические течения. Большая часть энергии уносится нейтрино, поскольку остановившееся ядро это очень массивный компактный объект, то важны эффекты общей теории относительности. Все это надо учитывать в расчетах. И пока, хотя расчеты непрерывно совершенствуются, становятся все лучше, тем не менее, ловить в расчетах мелких деталях все эти ингредиенты довольно трудно. И поэтому, повторюсь, есть много нерешенных вопросов, связанных со взрывом сверхновых. Более того, можно сказать, что первые, примерно, полвека моделирования сверхновых сверхновые в компьютере просто не взрывались. Ну, к этому мы еще вернемся. Давайте посмотрим на кривые блеска сверхновых. Они, конечно, бывают очень причудливые и разные, но вот на левом крупном рисунке показаны типичные кривые блеска сверхновой типа 1А и сверхновой типа 2. Вот сверхновой типа 2, это сверхновые, у которых есть линии водорода. Это означает, что у звезды перед взрывом сохранилась внешняя оболочка. Помните, мы говорили, что у Солнца чуть больше 1% объема охвачены термоядерными реакциями. То есть, заметная часть звезды никогда не участвует в термоядерных реакциях, и внешняя оболочка остается в основном водородной. Но вот когда у вас внутри что-то взорвалось, пошла ударная волна, прошла через эту оболочку, нагрела ее, вся эта штука светится и излучает, то тогда, конечно, вы в спектре увидите много линий водорода. И вот это сверхновые типа 2, классические, самые часто встречающиеся сверхновые с коллапсом ядра. Сверхновые типа 1А, никакой внешней водородной оболочки нет, потому что у вас голый белый карлик взрывается. Можно, в принципе, взорвать голое ядро звезды, ободрать, например, в двойной системе водородную оболочку звезды, тогда тоже будет сверхновые типа 1, но другого подкласса, B или C. Хорошо, обратимся к этому графику. По горизонтальной оси время в днях отсчитывается от момента максимального блеска. По вертикальной оси светимость. Слева шкала проградуирована именно в светимостях Солнца, а справа в абсолютных звездных величинах. Ну вот видно, что светимость, даже такой дохлингой сверхновой типа 2, легко уходит за 100 миллионов светимости Солнца. То есть, ну, можете себе представить галактику из 100 миллионов звезд. Вот примерно все так и будет. А сверхновые типа 1А легко уходят уже за миллиард светимости Солнца. И такая высокая светимость держится несколько дней. Дальше блеск начинает спадать, но спадает не мгновенно. Связано это вот с чем? В результате вспышки сверхновой идут термоэдерные реакции, но реакции, которые идут и с поглощением энергии. И это приводит к синтезу большого количества тяжелых элементов и формируются элементы не только одного типа. Вот наиболее стабильный изотоп, который вы видите в таблице Менделеева, как правило. Синтезируются разные изотопы разных элементов, и некоторые из этих изотопов радиоактивны. Соответственно, они будут распадаться, при этом будет выделяться энергия. И у некоторых изотопов характерное время распада, так называемый период полураспада, составляет десятки дней. И вот этих элементов образуется много. И в течение десятков, малых сотен дней мы видим постепенно спадающую по блеску сверхновую, потому что излучают именно вот эти самые радиоактивные изотопы. То есть излучение, связанное с радиоактивным распадом, может еще перерабатываться, переизлучаться, но как бы то ни было, видимый блеск, оптическая светимость сверхновых в течение нескольких месяцев после вспышки связана именно с радиоактивными изотопами. Иногда бывают очень мощные сверхновые, вот на правом маленьком графике это показано. Здесь, как вы видите вверху, светимость сверхновой доходит до 10 в 12 светимости Солнца. Вот это уже, конечно, колоссальная величина, то есть очень много энергии излучается в видимом диапазоне. Давайте я еще раз подчеркну. Полное энерговыделение в сверхновой еще больше, но основную долю энергии уносит нейтрино, мы их не регистрируем, только в одном случае удалось поймать нейтрино от сверхновой, когда она достаточно близко вспыхнула. Так что здесь, когда мы говорим о большой светимости, мы говорим именно о светимости в оптическом диапазоне, ну можно обобщить на электромагнитные волны, но важно, что это не отражает полное энерговыделение. Полное энерговыделение, а, еще больше, б, может быть одинаковым у сверхновых с разной оптической светимостью. Но как бы то ни было, вот наверху одна из самых мощных в смысле излучения наблюдавшихся сверхновых, и она, конечно, ярче уже действительно очень крупной галактики, это совершенно поразительное событие. То, что в сверхновых синтезируются радиоактивные элементы, удается измерить напрямую. И вот интересный результат получили коллеги из Института космических исследований с помощью спутника Интеграл. Я сказал, что однажды удалось поймать нейтрино от сверхновой, которая вспыхнула близко. Вот это сверхновая 87-го года. Она вспыхнула в Магелановом облаке. И на правом рисунке как раз это и показано. Слева, соответственно, сама вспышка, справа звезда до вспышки. Известна красивая конфигурация, такая комбинация колец, которая наблюдалась после вспышки. Ее вы видите на среднем изображении. А вот слева как раз гамма-изображение со спутника Интеграл. Это три изображения одной и той же области. И там есть три объекта. Пульсар, рентгеновская двойная система и сверхновая. Остаток сверхновой, лучше сказать. И вот видно, что сверхновая это правая верхняя. Вот эта вот лямбочка. Соответственно, вот пульсар, вот рентгеновская двойная, вот сверхновая. Три картинки сделаны на разных энергиях в мягком гамма-диапазоне. Ну или, можно сказать, в очень жестком рентгене. И вот здесь, на верхнем сверхновой нет практически, на нижнем нет, а на среднем есть. Это означает, что излучение испускается в очень узком спектральном диапазоне. И это соответствует как раз линии, спектральной линии, связанной с распадом титана-44. 44 это массовое число для этого ядра. Вот этот изотоп титана имеет относительно короткий период полураспада и напрямую удается показать, что он там есть. И более того, удается измерить его количество, что отдельно чрезвычайно интересно. Как я уже сказал, изучение сверхновых, именно механизма взрыва сверхновых, связано с рядом интересных вопросов, интересных проблем. И по сей пору задача окончательно не решена. И люди очень активно атакуют эту проблему и с точки зрения наблюдения, и с точки зрения теории. С точки зрения наблюдения нам хочется наблюдать нейтрино. Еще раз хотя бы, но желательно в больших подробностях. Теперь у нас есть более крупный нейтринный детектор, чем это было в 87 году. Но пока не повезло, достаточно близкой сверхновой не было. Интересно наблюдать развитие вспышки на очень ранней стадии. И в нескольких случаях это удалось сделать. Вот смотрите, что удается наблюдать. Представьте, у вас есть красный сверхгигант, или там оранжевый сверхгигант какой-нибудь. Звезда с очень большой оболочкой. То есть вы представляете, на диаграмме Гершпрома-Грасова она находится справа вверху. Справа низкие температуры, вверху высокие светимости. Огромная толстая оболочка с радиусом, может быть, несколько астрономических единиц. И внутри произошел взрыв. Вот по этой оболочке бежит ударная волна. Какое-то время мы снаружи ничего не видим. И вот ударная волна выходит на поверхность звезды. Происходит мощная ультрафиолетовая вспышка, рентгеновская вспышка. И в нескольких случаях удалось это увидеть. Это удается сделать исключительно случайным образом. То есть в поле зрения какого-нибудь телескопа, соответственно, ультрафиолетового, рентгеновского, вспыхивает сверхновой. Тогда вы видите вот этот ранний сигнал. Это очень интересно для построения моделей. С точки зрения теории постоянно идет развитие. Отчасти оно связано с тем, что просто компьютеры становятся мощнее. И, например, физическая модель у вас была уже достаточно детальная, но вы не могли ее посчитать во всех подробностях за реалистичное время. Речь идет не о том, что вы считаете на ноутбуке, даже на небольшом кластере, который вы можете собрать из 16 или 32 процессоров или видеокарт. Речь идет о реальных суперкомпьютерных расчетах, длительных расчетах. И поэтому, чем быстрее компьютеры считают, тем более детальные модели можно считать. Ну и одновременно это мотивирует создавать еще более детальные модели. И давайте посмотрим на несколько примеров, что люди пытаются учитывать. Например, можно более детально учитывать эффекты общей теории относительности. И в 2012 году была такая большая новость. У людей получилось взорвать сверхновую в компьютере, но это было сделано в рамках двумерных расчетов, то есть таких упрощенных. В трехмерных расчетах все равно столкнулись с некоторыми сложностями. Еще одна интересная работа была связана с детальным учетом ядерной физики. При создании моделей были добавлены процессы с участием странных кварков. Это снова помогло получить взрыв сверхновой даже в трехмерных расчетах, но кварки хоть и учитывались, но учитывались в рамках все равно довольно приближенной модели. И поэтому это тоже не считается каким-то окончательным решением, проблемой взрывов сверхновых. И по всю пору, я думаю, еще некоторое время, хотя бы лет 10-20, люди будут продолжать совершенствовать модели сверхновых, пока не достигнут приемлемого качества. Хорошо. Итак, мы с вами познакомились пока мельком с двумя уже типами компактных объектов. Белые карлики и мы упоминали нейтронные звезды. При коллапсе белого карлика, если избежали взрыва, белый карлик коллапсирует, достигнув Чандросикаровской массы, взрыв происходит при массе немножко меньше Чандросикаровской. То тогда при коллапсе белого карлика можно сделать нейтронную звезду или при коллапсе ядра массивной звезды можно тоже сформировать нейтронную звезду. Вот мы потихонечку к нейтронным звездам будем переходить и начнем с вот такой картинки. На этом рисунке, на этом графике показана масса объектов по вертикальной оси и центральная плотность именно центральная по горизонтальной оси. И смотрите, что происходит. Вот начинаем как положено из левого нижнего угла. Мы взяли белый карлик начинаем увеличивать его массу. Она растет растет мы добавляем немножко вещества плотность тоже растет но видите кривая становится все более пологой. То есть мы достигаем того состояния, где массу вы увеличиваете немножко, а центральная плотность начинает возрастать сильно. Это означает, что вещество уже плохо сопротивляется сжатию. И вот это все заканчивается коллапсом. Вот здесь находится Чандрасикаровская масса для нормального состава белых карликов. это 1,4 масса Солнца. А что происходит дальше? А вот дальше есть большая область параметров, где никакие устойчивые объекты не существуют. То есть нам нужно добраться до нового состояния вещества. И это новое состояние это как раз нейтронные звезды. Вот синяя кривая справа. У нейтронных звезд есть максимальная масса. Точно так же, как белые карлики, они не могут бесконечно ее наращивать. Когда нейтронная звезда достигает своей максимальной массы, она коллапсирует черную дыру. И современные оценки этой предельной массы составляют чуть меньше, чем 2,5 массы Солнца. То есть 2,5 массы Солнца считаются уже безопасным верхним пределом на массу нейтронной звезды. Если у нас обнаруживается компактный объект с массой 2,6 массы Солнца, то мы убеждены, что это черная дыра. При этом если у белых карликов радиусы тысяч, десятки тысяч километров, то у нейтронных звезд по сути километров. Типичный радиус нейтронной звезды от 9 до 12 километров. Может быть какие-то уравнения состояния позволяют получать чуть более широкий диапазон. Мы с вами еще об этом поговорим. И плотность вещества нейтронных звезд очень большая. Она больше площади гидра. При этом у нейтронных звезд есть и минимальная масса. С астрофизической точки зрения она обычно не так уж интересна, потому что природа в случае легких объектов делает белые карлики. Предельная масса нейтронной звезды примерно одна десятая масса Солнца. В природе нейтронные звезды такой массы возникать не должны. Ну или могут быть какие-то очень экзотические процессы, где такие объекты возникают. Интересно, что у нейтронных звезд, что мы еще будем обсуждать, обратное отношение массы радиус. Чем меньше масса, тем больше радиус, то есть масса помогает упаковать вещество плотнее и увеличивая массу вы у нормальных нейтронных звезд уменьшаете их размер, ну и естественно увеличивается при этом плотность вещества. Хорошо, вот на этом тогда мы сделаем небольшой перерыв. и вторую половину лекции целиком посвятим уже нейтронным звездам. лекции 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 Субтитры создавал DimaTorzok